Всем привет! Это Алена и в этом видео хочу рассказать вам о своей коллекции парфюмов, описать ароматы, как я их вижу и слышу. Поэтому, если вам интересна данная тема, то, пожалуйста, продолжайте смотреть. Итак, у меня довольно много парфюмов, но при этом, на самом деле, больше всего я пользуюсь всего одним. О своем любимом парфюме я расскажу в самом конце видео, потому что я даже не знаю, куда его вписать, в какую группу парфюмов его можно присоединить. Поэтому я расскажу о нем отдельно в конце видео. А вначале я хочу вам рассказать о тех парфюмах, которыми я пользуюсь летом и весной, или осенью и зимой. В первую очередь начнем, наверное, с лета, потому что оно закончилось недавно и начнется нескоро, поэтому давайте о нем быстренько поговорим. Тем более, что здесь не так много ароматов. У меня почему-то в основном ароматы все скорее такие осенне-зимние, то есть они, можно сказать, довольно тяжелые. И такие, ну вот прям женские, наверное. Ну, на мой взгляд, они являются таковыми. Итак, из лета. Из лета у меня есть аромат от Gucci Flora, Glamorous Magnolia. Вот так вот выглядит бутылёк. У меня этот аромат уже давно, и вы видите, что его здесь осталось совсем-совсем чуть-чуть. И на самом деле я им уже, наверное, года два как не пользуюсь. Просто этот аромат у меня хранится, потому что вот я такой человек, что для меня ароматы, я ими предпочитаю пользоваться какое-то время, а потом, ну, кроме одного, о котором я расскажу в конце, потом не покупать их больше никогда, потому что они остаются у меня в памяти, вот ассоциируются с тем периодом времени, в течение которого я ими пользовалась. Поэтому у меня их много, но я как бы, многие просто стоят уже как память, так сказать. И вдыхая этот аромат из флакона или из крышечки, у меня практически вот прям как слайдшоу в голове начинает крутиться. То есть я вспоминаю, где я жила, где я была, что я делала, с кем я виделась, какие события происходили у меня в жизни. Вот так вот я воспринимаю ароматы. Этот аромат достаточно лёгкий, ну, возможно, он пахнет Макдолией. Если честно, я не специалист в описании ароматов, и все ароматы, парфюмы, духи, которые я вам покажу, вам лучше сходить и послушать, как это правильно говорится, самим, если они вас заинтересуют. Я просто опишу, как я их воспринимаю. Так вот, это лёгкий аромат, он действительно летний. Мне он нравится, я пользовалась им, как я уже сказала, два года назад. Ну да, может быть, полтора где-то так. И... нет, два. И он мне очень нравился, судя по тому, сколько его осталось. Хороший аромат, но он у меня остался уже именно как память. Также из летних ароматов у меня есть вот такой вот аромат от Кошара Эль Нуа. Такой вот просто светло-голубой флакончик с голубой жемчужинкой, так сказать, внутри. Он тоже лёгкий, у него нет крышечки, он просто вот отсюда сразу распыляется. Очень лёгкий, очень нежный такой, вот знаете, он как раз неженственный. Он скорее для девушки, мне кажется. То есть он не добавляет возраста, тяжёлого, тяжести в нём нет. Он очень такой воздушный. Ну вот именно с летом у меня ассоциируется. Теперь перейдём к осени и зиме. Начну я здесь тоже, наверное, с аромата, который есть у меня уже довольно давно. Это Омега от Виктор Энд Рольф. Вот так вот выглядит флакон. То есть вы нажимаете вот здесь вот на вот эти вот кругляшочки, где буквы V и R написаны. И, собственно, распыляется на вас этот аромат. В нём тоже нет отдельной крышки. Что я могу сказать? Он мне очень нравится. Но вот у меня с ним тоже ассоциация. Я её пользовалась примерно тоже два года назад где-то. Поэтому некоторыми ароматами мне сложно пользоваться, когда у меня с ними есть какие-то воспоминания. Не то чтобы они негативные, просто вот, ну не знаю. Поэтому у меня вот он почти полный. Но на самом деле аромат очень вкусный. На тот момент, когда я его покупала, когда я его или получила в подарок, уже не помню, он мне безумно нравился. Я его очень хотела. Но вот потом как-то у нас с ним немножко дело не пошло. Но он вкусный всё равно. Дальше. У меня есть аромат от Dolce & Gabbana The One. Просто The One, не Rose The One. Тут золотая крышечка может отсвечивать. Но он мне нравится. Мне, кстати, очень нравится Rose The One. Он легче. Этот аромат, он очень вкусный. На зиму и осенью он просто замечательный. Он женственный. Он такой уютный, какой-то мягкий, согревающий. Вот, ну, замечательный, просто замечательный аромат. Обязательно им начну вот уже сейчас пользоваться, потому что уже конкретная осень у нас началась. Ну, в общем, супер как бы. Он такой, ну, я говорю, тёплый, уютный, женственный. Но при этом не сильно такой тяжёлый какой-то. Он очень хороший, очень комфортно мне в нём. А Rose The One, он полегче. Он более такой девичий, наверное, более, может быть, летний, лёгкий. Но всё равно очень-очень вкусный. Он у меня тоже был, но он больше на лето. Дальше. У меня есть аромат Armani Code. Eau de Parfume. Такой вот флакон. Тёмно-тёмно-синий с таким цветочным кружевом. Он очень вкусный. Он сладкий. Я, если честно, не любитель сладких парфюмов. У меня они, опять же, ассоциируются почему-то с периодом, когда я, по-моему, в курсе на первом, наверное, училась. И у меня был от Кошарель вот этот вот ягодка. По-моему, это Кошарель. Или это не Наричи. Короче говоря, Amor Amor. Я не помню, кто. По-моему, это Кошарель. Очень такой супер сладкий аромат. Там что-то типа сладкой вишни, или я не помню уже, что там в основе лежит. Но вот такие ароматы сладкие у меня теперь ассоциируются вот с моим студенчеством. Или даже к школу, может быть, я заканчивала. Ну вот очень, кстати, Armani Code похож на тот аромат. Может быть, в качестве ностальгии я буду им пользоваться. Он тоже для зимы, на мой взгляд. Для лета он тяжеловат. Абсолютно зимний аромат. Это Escada Elixir. Причем, по-моему, он выходил летом прошлым. То есть, прошлым летом он у меня появился. Мне его подарили. Я сама бы такой, может быть, даже не купила. Потому что он очень насыщенный. Он у меня как какой-то цветочный. Очень такой яркий, тяжелый. Я даже, когда я его наношу, у меня мой муж говорит, что... Не то, что не наноси его, но летом он меня попросил не пользоваться. Потому что для лета даже... Не только я считаю, что он очень тяжелый. Хотя, я говорю, по-моему, он выходил летом. Так вот. Здесь сколько миллилитров? 50 миллилитров. Я им начала пользоваться буквально на последних, наверное, неделях. Потому что он, ну, вот как-то дошел сезон до этого аромата. Ну, тяжелый. На любителя, на самом деле. И его действительно достаточно, может быть, одного распыления, одного пшика, чтобы вы прям пахли очень-очень сильно. А теперь мой самый любимый аромат. Аромат для меня лично на все времена года, на любой случай, на любой повод, праздник, событие, просто на каждый день, утром, днем, вечером. Это аромат, который у меня ассоциируется с счастьем. Просто вот, наверное, абсолютным счастьем. Потому что, наверное, тогда, когда вот я была в этом состоянии, я его первый раз и попробовала. И попробовала, попробовала я его... Ой, господи. Ну, давно. Если честно... Мне кажется, лет чуть ли не 8 назад. Я даже не помню. Может быть, 7. Не знаю. Да, 7, наверное. 7 лет назад я первый раз попробовала этот парфюм. И с тех пор это мой самый абсолютно любимый. Любимее не бывает. И это барабанная дробь Purpazon от Dior. Классический вариант. Исключительно классический. У них есть разные. Есть эликсир, есть там какой-то зеленый флакон, бордовый флакон, еще какой-то. Я люблю только вот этот. Это самый лучший запах для меня. Я не знаю, если честно, как его описать, потому что для меня это просто мой абсолютно аромат. Ну, вы должны его попробовать, послушать, понюхать, говорите как хотите. Если вы его ни разу не пробовали, то обязательно-обязательно это сделайте. Это самый лучший аромат для меня. И я надеюсь, что его никогда не снимут с производства, потому что если это произойдет, то я, наверное, скуплю все, что будет у меня поблизости, чтобы мне его хватило навсегда. Вот, поэтому Dior, Peu, Poison, самый лучший женский аромат на свете. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что это видео для вас было интересным, может быть, в чем-то полезным, в том плане, что вы какие-то новые ароматы для себя здесь увидели, вам что-то захотелось попробовать. А мы увидимся с вами в следующих видео. До скорых встреч, до свидания.